ПЕСУ ЖАНА БАТИСТА МАЛЬЕРА Давно упрыгоживая афиши Русского драматичного театра, в Беларуси ставить у першиню. Анатолий Аркадьевич приехал в Минск по запрошению дауньего сябра и товарища по праце Миколая Пенигина. Праца на беларуской сцене с беларускими артистами одразу захопила режиссера. Классные артисты, я получаю большое удовольствие от работы с ними. Хороший, налаженный театр. Специально для Купаловского театра пьеса Мальера была перекладена на беларускую мову. Аутор перекладу – вядомый беларуский поэт Андрей Хаданович. Идиюна, али зараз чаровная гучанья беларуской мовы зарабила Мальеровский текст, яше больше прибавным для постановщика. Алия, я хуй, я хуй, алия, алия, алия. И еще. Эмоции и оценки з'явятся после премьеры, але уже можно запытать у актеров, як они отшивают материал и чем збираются вабить глядача. Не секрет, что герои пьесы повстают перед глядачом не в историчных костюмах. Джинсы, майки, скураные куртки, у ансамбли с фраками и сукенками до подлоги, по задумцам остака Валентины Праудиной, створяют позачасовый стиль, який перекидает мост с участием в минулое. Что тычется прочитания пьесы, Анатолий Праудин стверждает, что идет строго по задумцам драматурга. Это Мольяровский дунжуан. Естественно, те, не только горизонтальные, но и вертикальные темы, которые там существуют. Естественно, мы пытаемся вытащить. Вот эта история с богоборчеством, столкновения с небом и о бесконечном милосердии небесном. Вот, наверное, об этом мы делаем спектакль. У Апошни, дни перед премьерой, актеры пропрацовывают нюансы. Режиссер дает навучание и расставляет кропки нады. Еще несколько дней, и спектакль заживе уластным життем. Премьера совсем-всем худка, и, может быть, глядачи уже запаслися квитками и надеями. Застается пожедать приемных урадженев и до встречи в театре на премьеры.